На карате, и я подумала, что все ходят, и вот у детей такое часто бывает, что... Ну, это как-то заинтересовало меня, почему именно туда все ходят. Ну, я сказала, мы пошли туда, ну и записалась. Я не думала, что я дойду до такого. Сейчас у меня цель стать чемпионкой мира, причём планирую неоднократно и стать. Вот как! Большие цели очень. Не ожидала, честно, что так получится, но очень рада. Спорт мне очень много дал и скомпенсировал очень много. Я рада, что, очень сильно рада, что пришла в этот спорт. Скажи мне, чем сейчас занимаешься? Я сейчас занимаюсь в каратеге Хусенка и Виталии Геннадьевича, своего тренера. Да, нет, я имею в виду, помимо, это понятно, учишься, где-то чем-то, так сказать, ещё увлечена. Вот какие у тебя есть маленькие хобби, хобы и так далее. И что у тебя, помимо спорта, ещё на первом, втором, третьем месте? На первом месте у меня спорт, потому что Виталий Геннадьевич очень сильно меня заинтересовал вот этим. Он очень хорошо преподает материал. На втором месте у меня уже колледж. Я поступила в педагогический, хочу стать тренером. Поэтому подумала, что мне обязательно нужно педагогическое образование. Первый курс? Первый курс пока что. Но нравится учиться уже? Да, очень. Как подруги, как там новый коллектив? Подруг очень много. Коллектив у нас сплочённый, но здесь мне больше нравится наш тренировочный коллектив. Такой более приятный, более родной. Прижилась уже, да? Да. Ну вот. Но скажи, вот закончишь колледж, пойдёшь в тренерскую работу. Что ты скажешь ребятам, девчонкам, с которыми занимался спортом? Очень хороший вопрос. Ну, я им пожелаю всего хорошего. Если кто-то захочет из наших стать тренером, я обязательно его поддержу. Наш тренер тоже поддержит. Поможем, чем сможем. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, а что ты вообще в жизни любишь больше всего? Больше всего. Ну, спорт, понятно. А вот помимо, что Виталий Геннадьевич, например, отпустил куда-то, и ты там чем-то можешь на свободном времени заняться. Что бы ты, вернее, что ты уже выбрал для себя? Ну, учёба, понятно. А вот на досуге, например, помимо тренировок? Ну, помимо тренировок я обычно ничего не делаю, потому что мне именно на тренировках нравится. То есть у нас дополнительные, я на дополнительные. Ну, дополнительные, да? Обычно всё своё свободное время я стараюсь уделить спорту, чтобы как-то повысить свою квалификацию. Там правила поучу, почитаю, повторю ещё раз. Вот. Как-то другое уже не трогает так сильно, как спорт. Что ты можешь сказать о России? О России? Именно как о стране? Да. Очень могучая страна. Зима очень нравится. Она не то, чтобы очень-очень холодная, но вот этот снег хлопьями очень привлекает. И северное сияние очень красивое. А где любишь отдыхать? Отдыхать? Ну, мне очень нравятся живописные места, там, где вот у нас есть в лесу сосны. И мне вот летом очень нравится, мы ходим с клубом в походы. Там очень красиво. Ещё это солнышко так красиво освещает озеро. Прям очень приятно смотреть. Замечательно. Скажи мне, пожалуйста, кто для тебя, помимо стать чемпионкой мира, даже, может быть, так сказать, и неоднократной, что помимо этого, какая цель у тебя в жизни? Ну, моя цель в жизни это, ну, вот кроме того, как стать чемпионкой мира, я думаю, что я хочу как можно помочь детям как можно больше, чтобы они не становились там какими-нибудь наркоманами, алкоголиками. Там, направить их вот на светлый путь, чтобы вот они как-то, ну, вот раскрыли себя, раскрыть им, помочь как-то увидеть в себе что-то. Сейчас очень много апатичных детей, которые ходят, спинку загнули. Вот я там неудачник, я ничего не могу, буллинг процветает. А когда они ходят на спорт, и тренер их как-то, ну, вот подталкивает, они уже и спинку ровно держат, и прям глаза у них теряют. Так приятно смотреть прямо. Какую черту характера в себе ты ценишь больше всего? Больше всего я ценю в себе, наверное, эмоциональность. Я очень эмоциональная, и многие вещи я воспринимаю очень сильно, и, например, победу я очень хорошо праздную, мне прям очень нравится. Проигрыш заставляет меня сделать выводы, идти еще больше, еще больше тренироваться, еще усерднее. Вот, поэтому я думаю, что это моя самая лучшая черта. А есть ли у тебя кумир? Кого ты могла бы для себя выделить так, что вот ты похожей хочешь стать на эту, на эту, на этого кумира? Мне очень нравится Нарушимарю, он тоже каратист, он всех выиграл мокаутами, он бил ногой, причем он был легче и намного ниже соперников. И вот меня прям поражает, как вот он попадал в его техника, он прям, не знаю, идеал для меня, я считаю. Вот так, да? Да. Свяжи, пожалуйста, а вот такая самая милая черта в родителях, что тебя в них больше всего устраивает? Ну, мои родители, они... Ну, я не обращаю на это внимания, я уже поставила себе цель, и я потихоньку, маленькими шажками иду к ней. Как ты относишься вообще к материальным ценностям? Зарплата, там, подарки и какие-то, может быть, дорогие штучки, которые бы ты хотел приобрести? Ну, подарки, мне кажется, нравятся всем. Вот, мне тоже очень нравятся подарки. Дорогие штучки, ну, если она полезная, то мне не жалко на нее потратить деньги. И из дорогих штучек я бы, наверное, хотела себе хорошую камеру для съемок. Вот, можно было бы хорошо снимать поединки и так далее, весь тренировочный материал тоже. Ну, в принципе, зарплата, она не так для меня важна. Я считаю, что тренер, ему самая первая черта характера, это то, что он не должен быть алчным и скупым на деньги. То есть, не должно быть такого, что он стал тренером, потому что это легко и зарплата высокая. Он должен в первую очередь отдавать самого себя и все сердце, душу, как это делает Виталий Геннадьевич. То есть, отдать всего себя для начала, а потом уже деньги. Потому что там, где человек вкладывает душу, там и, соответственно, деньги. Прекрасно. Скажи, вот какой бы ты выбрал для себя девиз по жизни или уже есть он у тебя? Девиз, наверное, падай и вставай. Падай и вставай, да? Падай и вставай. И иди вперед. И иди вперед, верно. Ну, замечательно. И теперь о себе полностью. Фамилия, имя, отчество? Я Панина Дарина Алексеевна. Отлично. Какого года рождения? 2008-го. 2008-го? Спасибо, Дарина Алексеевна. Спасибо большое. Отлично. Ну?